И сейчас на прямой связи со студией CBC у нас депутат парламента Азербайджана Асим Моллазаде. Асим Малим, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Асим Малим, в очередной раз азербайджанские военнослужащие пресекли попытку проникновения диверсионной группы со стороны Республики Армения. Как остановить эти провокации и в чем их смысл? Как вы думаете? Я думаю, что для того, чтобы остановить эти провокации, надо напомнить армянским властям о железном кулаке, который может ответить на все эти провокации достаточно серьезно. Что касается минирования, я хочу напомнить, что в целом Армения старалась все время нацеливаться на убийство мирного населения. Это традиционный метод бедения войны. Помните убитых детей в Янде, в Татаре, в Барде? То есть сегодня опять жертвами армянских акций становятся мирные жители. У нас уже десятками исчисляются жертвы, мин, журналисты. И все это свидетельствует о том, что этот процесс, обратите внимание, они обращаются к Азербайджану с просьбой проявить гуманизм и позже освободить Кальбаджар, позже освободить Лачинский район с задержкой на определенные сроки. Весь этот период они проводили, есть свидетельства армянских офицеров, которые говорят о том, что мы три грузовика МИР использовали Кальбаджары и Лачинек. То есть они не только вырубали леса, они не только жгли дома. Самая главная их цель – это минирование с целью опять-таки нанести удар по мирному населению. Вот этот оригинальный метод войны, и, кстати, все прекрасно помнят, что и армянское правительство, и те западные, скажем так, политики, которые связаны с армянской диаспорой и являются, в общем-то, в открытую политически коррумпированную деятелями, подняли крик о том, что Азербайджан использует наемников из Ближнего Востока. Где они? Ну вот у нас в суде конкретный наемник из Ближнего Востока, представитель армянской террористической организации из Ливана, которому эти же террористические организации платят за то, что он воюет по территории Азербайджана. Вот конкретно то, что они делают, они пытаются в этом обвинить Азербайджан, а сами продолжают действия, которые противоречат всем принципам, всем международным нормам, противоречат принципам гуманизма. И сегодня Азербайджан привлекает внимание всей мировой общественности к тому, что мины, которые практически посеяны по всей территории, бывшей оккупированной территории Азербайджана, сегодня являются средством устрашения и убийства мирного населения и являются очень важным препятствием для дальнейшего мирного процесса. Если кто-то хочет говорить о мире, они должны сделать все возможное для того, чтобы принудить Армению передать Азербайджану карты минных полей. Иначе Азербайджан будет использовать все международные процедуры для того, чтобы каким-то образом осудить Армению. Я хочу напомнить, что Азербайджан уже обратился с соответствующими документами Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Парламент Азербайджана обратился во все международные организации Омбудсман. И кроме того, все азербайджанцы, живущие за рубежом, обращаются во все структуры стран, в которых они живут, для того, чтобы продемонстрировать, что мины нацелены на убийство журналистов, мины нацелены на убийство гражданского населения. И это грубое нарушение всех международных правовых норм. И Армения должна немедленно передать Азербайджану карты минных полей, чтобы мирный процесс сдвинулся с мертвой точки. А, Семенович, как вы считаете, вы говорите про роль международных организаций, как раз многие об этом сейчас говорят, могут ли быть совершены какие-то именно практические действия со стороны международных организаций? Или все закончится на словах об обеспокоенности, о том, что нужно жить дружно и в мире, и на этом закончится? Или будут, или могут? Верите ли вы в какие-то практические шаги? Я не верю в эти практические шаги, потому что на протяжении 30-ти почти леток паса азербайджанских территорий, кроме вот этих призывов, кроме пустых слов и как бы туризма дипломатического посредников, мы ничего не видели. И я думаю, что как это случилось с освобождением наших территорий и в вопросе борьбы с минами, азербайджану придется рассчитывать только на себя, на свои силы, на своих союзников и других вариантов нет. Мы опять будем слышать вот эти слова, вот эти все поездки, все эти пустые как бы сожаления по поводу случившегося гибели журналистов, но реальных шагов предпринимать не будут, потому что Армения как бы вот такой инфонтеррабл международной организации. Армению могут ну чуть-чуть осудить, там пожурить, но никаких действий против Армении они применять не будут, потому что, к сожалению, в мире существует не верховенство права и международных правовых норм, а существуют какие-то странные сети коррупционные, которые базируются на противоположных принципах. Не на тех принципах, которые являются открыто объявленными, а на самом деле, в общем-то, мы видим, сталкиваемся повсюду, во всех международных организациях с совершенно противоположными играми. И очень часто мы становимся свидетелями того, что очень богатые организации используют в своих странах коррупцию для того, чтобы использовать политиков для своих целей. И в этом плане богатая, очень активная, хорошо организованная армянская диаспора обладает очень большим опытом. Асим Малим, я благодарю вас за ваш комментарий. Большое спасибо. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Я напомню нашим телезрителям, на прямой связи со студией CBC был депутат парламента Азербайджана Асим Моллазаде.